Разрешительные документы для проживания в пределах России не только наделяют своего обладателя определенными правами, но и возлагают на него обязанности, выполнение которых является непременным условием продления этих документов. Так обязательным является ежегодное подтверждение проживания по виду на жительство для тех, кто всерьез намерен обосноваться на российской территории. Что учесть при подаче заявления? Если рассматривать вопрос с позиции необходимости данной процедуры, следует отметить, что такая мера была введена, поскольку многие граждане, получив российский ВНЖ, затем постоянным местом жительства выбирали другую страну. Во избежание таких ситуаций была принята поправка в законодательство, которое обязывает всех владельцев ВНЖ уведомлять миграционную службу, что они по-прежнему живут в РФ и намерены делать. Это и далее. Уведомление о проживании по виду на жительство должен подавать в миграционную службу личный заявитель. Сделать это можно еще посредством почтовой связи или интернета. В качестве заявителя может выступать сам владелец документа, представитель несовершеннолетнего гражданина или кто-то из его родителей. Все сведения в бланк уведомления нужно вносить только на русском языке, ручкой или на компьютере. Обратите внимание, в тексте нельзя использовать аббревиатуру и сокращение, в нем также не должно быть исправлений и зачеркиваний. Непременно заполнить нужно все пункты заявления, не оставляя пустых граф. Срок подачи также регламентирован. Отправить уведомления нужно еще до того, как закончится два месяца после даты истечения одного календарного года с момента выдачи ВНЖ, какие понадобятся документы. Итак, разобравшись, когда и куда нести заявление, выясним, какие же справки для этого понадобятся. Подтверждение проживания по виду на жительство проходит на основании таких документов, заявления, образец заполнения и бланк. Справка-образец, подтверждающая законный источник финансовых средств. Паспорт иностранного гражданина. Вид на жительство. Документ о регистрации в том месте, где вы постоянно проживаете. Источник доходов вполне может подтвердить справка с вашего предприятия, в которой будет обозначен оклад. Подойдет также выписка из налоговой декларации или из банка с вашего личного счета. Единственное условие ваш вклад должен гарантировать вам средства в сумме, которая не может быть меньше 12 минимумов, обеспечивающих проживание в стране. Если же вы находитесь на содержании другого человека, тогда документы о финансовой состоятельности понадобятся от него. В случае подачи уведомления за несовершеннолетнего гражданина к пакету бумаг нужно приложить свидетельство, удостоверяющее опекунство и факт рождения ребенка. Что нужно указать в заявлении? Обратите внимание, что в заявлении вся информация должна быть только достоверной. В документе вам нужно будет указать ФИО заявителя. Дата места рождения. Место, в котором он фактически пребывает на российской территории. Паспортные данные. Информацию о месте сроках работы. Основание и срок выдачи ВНЖ. Сведения об РВП. Выезжал ли заявитель за границу России. При существовании данного факта нужно перечислить все страны визитов и длительность нахождения в них. Сведения об источнике дохода. Образец бланка и правила подачи заявления можно скачать здесь. Если отправка уведомления осуществляется через Почту России, служащее отделение непременно сверит ваше удостоверение личности, идентичность подписей. Отправка вашего письма будет осуществлена максимум на следующий день. При этом вам в качестве подтверждения отправки должен остаться отрывной бланк. Штрафные санкции. Уведомление в миграционное ведомство по виду нажительства должно быть подано согласно всем нормам и предписаниям. Невыполнение этого условия влечет за собой наложение определенных штрафных санкций. Выражается это обычно в привлечении к административной ответственности, а именно в выплате штрафа в размере 5-7 тысяч рублей. При этом документы нарушителя могут быть аннулированы. Подать заявление о подтверждении своего пребывания можно и с определенной задержкой. Но для этого понадобится очень весомая причина, которую придется подтвердить документально. Не стоит забывать и о том, что гражданин иностранного государства не имеет права выезжать за пределы России более чем на 6 месяцев. В противном случае его ВНЖ будет аннулирован, а его владелец вынужден будет покинуть страну. В целом период, в течение которого будет действителен вид нажительства, составляет 5 лет. По истечении этого срока есть возможность продлить ВНЖ. Но это нужно делать лишь в том случае, если вы твердо уверены, что и далее хотите строить вашу жизнь именно в России. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok